Великий 20-й праздник Сретения Господня и Международный день православной молодежи Свято-Успенском мужском монастыре Новомосковска состоялась первая в Тульской митрополии молодежная литургия, объединившая за соборной молитвой более 100 участников православного молодежного движения Георгиевцы и молодежного Московска. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастия Святого Духа буди со всеми вами. В этот праздничный день за Божественной Литургией причастниками Святых Христовых Тайн впервые стали 15 молодых людей. Вас и всех православных христиан допомянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно и во веки веков. Сегодня праздник, праздник встречи. Праздник встречи не только друзей, знакомых, но встречи наши с Богом духовно. Я очень рада, что я причастилась первый раз, на душе радость и делюсь этой радостью со всеми вами и хочу поздравить вас еще раз с праздником. Благочимый церквенного Московского района Тульской области архимандрит Лавр благословил это доброе и нужное начинание молодежного движения и зачитал послание Святейшего Патриарха Московского из сия Руси Кирилла. Мое слово обращено сегодня прежде всего к молодым людям. Берегите драгоценные сокровища веры, не разменивайте его на мелочи каждодневной суеты, на скоро проходящие наслаждения и порочные удовольствия. Просите и дано будет вам, ищите и найдете. Отец Небесный даст благо просящим у Него, говорит Христос. Искренне молитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, учитесь по-настоящему любить окружающих вас, воспитывайте свою волю в доброе. Это тот путь, идя по которому человек становится действительно сильным и обретает подлинное счастье. По завершении молодежной божественной литургии, духовенство и молодежь продолжили общение на катке Ледового дворца Новомосковска, в очередной раз подтвердив, что церковь не лишает человека простых радостей жизни, а наполняет их новым духовным смыслом, о котором Христос говорил так. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. В муниципальном образовании город Новомосковск надо отметить довольно тесное сотрудничество всех молодежных общественных движений, действующих на территории муниципального образования. И одним из активных ребят являются представители общественного движения «Георгиевцы». Наверное, они активисты еще и потому, что у них общая цель, которая, наверное, является главной целью для всех, кто работает с молодежью в России, это нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Поэтому они активны всегда и во всем. И в военно-спортивных мероприятиях, в мероприятиях, направленных на какие-то именно нравственные аспекты. И очень приятно, что вообще сейчас формируется новое поколение молодежи, которые интересуются не столько какими-то креативно-подвальными молодежными аспектами, сколько уже переключают свое внимание действительно на нравственность, на формирование гармоничной личности. Подготовка к молодежной литургии началась давно. Ее инициаторами стали активисты православного молодежного движения «Георгиевцы». К этому празднику мы готовились давно, потому что сегодня мы отмечаем сразу три праздника. Во-первых, это Средний Господний. Во-вторых, это Всемирный день православной молодежи. Ну а в-третьих, сегодня у нас день рождения. Нам сегодня исполнилось два года. С утра мы сходили на божественную литургию, причастились к святых христовых таинств. Очень было приятно увидеть в храме не только участников движения нашего, но и просто очень много молодых людей, которые пришли не по принуждению, а по зову сердца. Очень здорово. Настроение классное. Сегодня чудесный праздник, День православной молодежи. Мы были сегодня в церкви, пробыли на службе. Спасибо, что есть такая организация православной молодежи. Нам всем очень все понравилось. Все думают, что церковь – это очень серьезная и строгая организация, а мы сегодня и на службе постояли, и сейчас здесь катаемся, резвимся, потому что у нас в здоровом теле здоровый дух. Совместная молитва, причастие от единой чаши и общие интересы сплачивают и объединяют молодежь. Они позволяют молодым людям во всей полноте ощутить, что собранные во имя Христова люди являются братьями и сестрами не только на словах, но и на деле, даже таком простом, как катание на коньках. С Днем православной молодежи! Кирилл! Кирилл! Продолжение следует...